всем привет вы на канале ну что свяжем я оля мой канал обзорах крючком узорах разных простых узорах средней сложности сложных узорчиков связанные узорчики обычными ниточками да то есть одноцветными разноцветными также секционного окрашивания узоров очень много чтобы особенно новички не растерялись заглядывайте в раздел плейлисты этот раздел находится на главной странице канала там и написано главное видео сообщества канала канале там же есть плейлисты заглядывайте в плейлисты плейлистов тоже уже очень много выбирайте который вам по душе смотрите видео надеюсь видео вам понравится вы оставите свои лайки напишите комментарий кто еще не подписался не забудьте подписаться на канал чтобы не потерять и нажимайте на колокольчик так вы узнаете когда на канале появятся новые видео отдельный привет хочу передать своим постоянным зрителям своим подписчикам подписчица мастера мастерицам спасибо вам огромное за ваши комментарии за ваше участие в жизни канала я к вам сегодня с новым узорчиком этот узорчик в принципе гипотетически можно применить к палантину так ну а дальше вы уже как большие дизайнеры можете использовать его куда угодно ниточки у нас сегодня будет alize angora gold мы с такими уже работали и с такой расветочкой работали да у нас есть узорчик и так что за ниточки смотрите новички и так 100 граммах находится 550 метров состав 80 процентов акрила 20 процентов шерсти и смотрите крючок нам рекомендует производитель брать от двойки до четверки мы уже вязали данный значит данной ниточку троечкой так мне в принципе устраивает вы можете брать два два с половиной три три с половиной четыре зависимости от того какой вы эффект хотите сделать до более воздушно либо было более плотное вязание но в зависимости от плотности вашего вязания до от вашей руки и так смотрите сразу же скажу цвет ангара gold батик до 1 секционное такое окрашивание цвет смотрите 5 6 9 8 и на картинке вот надо вот такой вот представлена что палантинчик шалька и так далее будет смотреться шикарно да будет смотреться на то иначе нужно вязать из этого этой пряжи только лишь палантин только шаль что угодно что захотите и так схемку сегодняшнему узорчик у я прилагаю схемку как всегда я продублирую кому необходимо в инстаграме так что заглядывайте подписывайтесь ну что приступаем итак узорчик сегодня будет необычный узорчик сегодня мы будем с вами делать по диагонали то есть мы начнем от уголка да вот прямоугольник да как по схемке начинаем от правого нижнего уголка и потихонечку потихонечку поднимаемся доходим до нужной ширины а потом идем 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 до нужной длины и опять получается методом убавления столбиков наши до будем закрывать прямоугольник очень интересно так что присоединяйтесь и так наши ниточки ниточки можно набрать смотрите как снаружи да как вам раз . необходимо так и изнутри то есть как вам удобно особенно когда вы вяжете из двух из трех моточков нужно скомпоновать цвет очень удобно то есть нет какого-то единого правила я беру снаружи потому что я не могу пока найти ниточку изнутри но бывает такие моменты и так так как у нас образец что мы можем брать снаружи а когда уже изделие конечно очень удобно брать изнутри ну что смотрим на схему повторяем и так начинаем мы с петельки фиксации как всегда зафиксировали ее получается при наборе дальше петелек мы не считаем далее по узорчик идут 4 воздушные петельки и так 1 2 3 4 если этим крючком как бы темно да я могу взять крючок посветлее давайте поменяем вот такой желтенький возьмем будет удобнее видим виднее да и так пока у нас ниточка здесь темно когда будет светленько можно темный крючок взять и так мы с вами набрали 4 воздушные петельки далее смотрите мы направляемся к первому получается к первому петельки до косички в цепочке ныряем в эту косичку цепочку вытягиваем ниточку и сразу же эту же ниточку протягиваем через петельку на крючке все у нас с вами получился ну как бы так вот колечко на своем вода далее делаем 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 4 и смотрите сюда же вот сюда же куда мы только что ныряли ныряем опять же и провязываем еще два столбика с накидом 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбик с накидом мы формируем угол так нашего будущего образца далее смотрите вот на следующая петелька цепочки вы когда будете вязать вы и увидите да мы ныряем следующую петельку цепочки провязываем 1 всего лишь столбик с накидом а в следующую петельку цепочки ныряем и провязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 есть вот первоначально будет такая вот картина а дальше мы делаем 4 петельки подъема 1 2 3 4 поворот и смотрите получается провязываем сюда же где только что мы провязывали 3 5 4 петельки подъема сюда провязываем еще два столбика с накидом 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбик с накидом и у нас здесь получается как три столбика до с краю далее следующие 5 столбиков 1 2 3 4 5 мы провязываем по одному столбику с накидом 1 2 3 4 5 есть а вот последний получается тут на были 4 петельки подъема да то мы провязываем получается три столбика с накидом 1 2 3 вот такой вот нас получается уголочек далее что мы делаем 4 петельки подъема 1 2 3 4 поворот и сюда же опять ныряем и провязываем еще один столбик с накидом если теперь будьте внимательны смотри сделаем одну воздушную петельку и вот помните нас до предыдущем ряду было три столбика крайних раз два три так вот мы сейчас ныряем во второй и провязываем столбик с накидом воздушная петелька сейчас один столбик пропускаем и в следующий провязываем столбик с накидом то есть видите такие как бы окошечки до формируются опять воздушная петелька столбик пропускаем следующий столбик провязываем столбик с накидом воздушная петелька столбик пропускаем и в следующий столбик провязываем столбик с накидом есть и получается последний да вот нас здесь столбик на пути сделаем воздушную петельку и вот эту петельку подъемом провязываем 2 столбика с накидом то есть точно так же как мы с вами начинали ряд понятно то есть начали и закончили одинаково то есть вот ряд с такими окошечками идем дальше опять делаем 4 петельки подъема 1 2 3 4 поворот накид и вот наш опять первый столбик в котором и только что провязывали получается 3 воздушные 4 воздушные петельки подъема ныряем сюда и провязываем еще два столбика с накидом 1 еще раз два по итогу получилось до 3 столбика нас а теперь смотрите внимательно то есть мы сейчас все столбики и все кошечки будем провязывать столбиком с накидом то есть столбик нас провязываем столбик с накидом окошко столбик с накидом столбик провязываем столбик с накидом окошко столбик накидом понятно то есть весь ряд будет столбиками с накидом и так столбик столбик там где окошко вот наша окошко ныряем там не воздушная петелька была это же столбик с накидом провязываем вот верхушка столбика и мы здесь получается столбик с накидом провязываем в окошко провязываем столбик столбик провязываем столбик и так вот до конца ряда справитесь давайте справитесь я вас встречу вот здесь вот в конце ряда давайте так смотрите весь ряд провязали столбиками с накидом да и вот нас остаются петельки подъема помните да и мы провязываем точно так же как в начале ряда то мы провязываем петельки подъема 3 столбика с накидом 1 сюда же провязываем 2 и последний 3 все опять видите вырос наш уголочек получается вот наша растет диагональ к идем дальше опять делаем 4 петельки подъема 1 2 3 4 поворот и опять сюда же до самый последний столбик вот верхушечку провязываем еще два столбика с накидом то есть по итогу у нас получается здесь три столбика вместе с петельками подъема а теперь смотрите шагаете в каждый в каждый столбик вот в каждый столбик шагайте опять провязывайте столбики с накидом понятно по одному все ряд несложный по одному провязали столбики с накидом и в конце ряда я вас встречаю там где у нас были петельки подъема будем провязывать тоже три столбика с накидом давайте до конца ряда самостоятельно в конце ряда я вас встречу и так смотрите вот ряд столбиками с накидом ничего как бы сложного не туда и заканчиваете опять в петельки подъема в последнюю петельку ныряем и провязываем наши три столбика с накидом заканчиваем точно так же как мы и начали раз сюда же поближе посмотрим сюда же 2 и сюда же три все вот мы закончили наш ряд видите за счет того что мы прибавляем сначала ряда и в конце ряда у нас ведь наш треугольничек растет вот вот такой треугольничек наш этим вот так он будет дальше расти диагональ q идём далее и так смотрите как бы разделим общий это скажем узорчик на 2 да то есть будет плотные часть узорчика и будет такая часть узорка с веерочками плотная с вероточкой плотная сверховичками мы закончили плотную часть переходим на часть с вы ручками смотрите 4 петельки подъема раз-два-три-четыре поворот и сюда же в этот же столбик до я только что и петельки провязываем столбик с накидом 1 далее веерочек делаем да значит воздушная петелька и сюда же опять провязываем еще два таких же столбика с накидом 1 2 то есть наш веерочек состоит получается видите два столбика воздушная петелька 2 столбика далее смотрите пропускаем три столбика в ниже стоящем ряду 1 2 3 и в четвертый столбик провязываем рогатку столбик с накидом 1 далее две воздушные петельки и сюда же опять столбик с накидом 2 вот рогатка веерочек рогатка далее пропускаем опять три столбика 1 2 3 в 4 ныряем и провязываем веерочек веерочек и стоит у нас из двух столбиков 1 столбик 2 столбик далее воздушная петелька и опять сюда же 1 столбик 2 столбик нет вот наш веерочек 1 верочек 2 вера чем между ними рогатка опять пропускаем 3 столбика 1 2 3 в 4 ныряем провязываем рогатку столбик с накидом 2 воздушные петельки и сюда же опять столбик с накидом понятно то есть мы чередуем веерочек рогатка веерочек рогатка рогатку провязали на следующий будет веерочек 3 столбика пропускаем 4 провязываем 2 столбика с накидом 1 2 1 воздушная петелька и сюда же опять два столбика с накидом 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом далее опять пропускаем три столбика раз-два-три в 4 ныряем и провязываем рогатку столбик с накидом 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом видите вот такой вот нас интересный ряд и как мы заканчиваем ряд у нас получается здесь остается один столбик для моего пропускаем но естественно сделаем так вот смотрите воздушную петельку просто сделаем а столбик один пропустим а вот там где 4 петельки подъема ныряем в последнюю петельку подъема и провязываем просто обычный столбик с накидом понятно то есть вот так вот мы закончим теперь смотрите приступаем ко второму ряду тоже не менее интересным имеется ввиду что второй ряд именно таких вот как бы узорчиков с верочками да то есть у нас первый узорчик это 2 узорчик и второй ряд этого узорчика надеюсь вас не запутаю и так 4 петельки подъема 1 2 3 4 поворот теперь две воздушные петельки по узорчику 1 2 и опять возвращаемся вот к верхушке первого столбика просто пока повторяйте да и провязываем столбик с накидом 2 петельки 2 петельки . бы вот такая вот но рога . у нас получилось а далее смотрите делаем накид и переключаемся в нашу рогатку вот наша рогатка да вот две воздушные петельки вот эту арочку ныряем и провязываем сюда веерочек то есть столбик с накидом 1 сюда же столбик с накидом 2 1 воздушная петелька и опять сюда же ныряем столбик с накидом 1 столбик с накидом 2 смотрите а после веерочка что у нас идет как договорились рогатка значит смотрите вот следующем веерочки вот в эту арочку мы провязываем с вами рогатку будем менять местами столбик с накидом 1 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2 поняли да то есть мы начали рогатка веерочек рогатка и получается там где была рогатка провязываем веерочки а там где получается веерочек наоборот рогатка несложно и вот так у вас будет весь ряд то есть на следующая рогатка значит мы провязываем веерочек 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом воздушная петелька и опять же сюда 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом интересно интересно идем дальше получается следующий у нас веерочек значит мы ныряем в эту арочку и провязываем рогатку столбик с накидом 1 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2 понятно все давайте до конца ряда в конце ряда его встречаю показываю как мы заканчиваем ряд не сложно вообще не сложно давайте у вас получится так смотрите вот мы провязали до конца ряда да у нас получается было последний веерочек а мы сделали веерочек рогатку верно далее смотрите как заканчиваем ряд делаем одну воздушную петельку и вот у нас были 4 петельки подъема верхнюю петельку саму ныряем и провязываем обычный столбик с накидом все и наш ряд получается закончился далее что мы делаем опять 4 петельки подъема 1 2 3 4 поворот и по узорчику 2 воздушные петельки 1 2 и возвращаемся опять сюда же к этому же столбику и провязываем столбик с накидом то есть мы здесь делаем рогатку понятно дальше у нас следующего торга тканов здесь будет вера очик здесь вера чикна здесь будет рогатка рогатка величек вера чик рогатка понятно не запутаетесь смотрите это у нас рогатка так смотрим стоит у нас предыдущем ряду рога . значит здесь провязываем веерочек 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом воздушная петелька и опять сюда же 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом то есть принцип поняли да здесь получает нас веерочек значит мы делаем что рога тачку 1 столбик с накидом уже две воздушные петельки и 2 столбик с накидом то есть опять мы продолжаем точно также шахматном порядке делаем рогатка верочек рогатка верочек давайте до конца ряда в конце ряда я встречаю итак смотрите вот мы провязали то есть вот наш получается 2 узор с веерочками да то есть получится первый ряд 2 3 вот именно этого узорчика да не первого самого узорчика 2 узорчика вот и получается что у нас заканчивается ряд то есть вот предыдущем ряду рога . значит мы здесь сделали веерочек но мы должны закончить еще ряд то есть получается после веерочка делаем одну воздушную петельку и далее отсчитываем 4 петельки подъема и в четвертую петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик с накидом вот тогда наш его ряд получается будет завершенным понятно далее 4 петельки подъема 1 2 3 4 поворачиваем вязание и смотрите вот сюда да где мы только что сделать 4 петельки подъема верхушку предыдущего столбика мы провязываем столбик с накидом 1 далее воздушная петелька и опять сюда же еще таких же два столбика 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом далее смотрим у нас дальше идет веерочек значит мы провязываем сюда правильно рогатку столбик с накидом 1 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2 далее на свет что рогатка значит мы здесь провязываем что правильно веерочек все вы уже поняли да принцип давайте до конца ряда в конце ряда я вас опять встречу и переключу на новый ряд договорились сюда же 1 и 2 вот видите веру чик ничего сложного сверочек рогатка веру чик дальше будет нас рогатка дальше будет вера чик дальше будет рогатка вера чик рогатка вера чик понятно все давайте самостоятельно вас получится смотрите опять провязали ряд все четко здорово получилось и так последний на была рогатка очки над ним провязали верующих нам необходимо закончить ряда то есть после веро . опять а воздушная петелька отсчитываем четвертую петельку подъема ныряем в эту петельку и провязываем столбик с накидом вот теперь ряд у нас завершён далее что мы делаем опять смотрите чтобы не ну не запутаться до 4 петельки подъема делаем однозначно раз два три четыре а дальше как понять какой следующий будет ряд то есть видите у вас здесь веерочек значит здесь у вас будет рогатка значит здесь вначале в самом вы делаете веерочек правильно итак сюда же ныряем и провязываем столбик с накидом 1 воздушная петелька и опять сюда же два столбика с накидом 1 и 2 так 1 2 ручек мы провязываем рогатку все понятно принцип тут самое главное понять принцип переключайтесь вы будете на рогатку или будете переключаться на веерочек это почему я говорю что по схемке да вот данного непосредственно узорчика должно быть 7 рядочков 1 2 3 4 мы уже провязали да это будет 5 потом возвращаетесь 67 я просто предлагаю вам связать самостоятельно я надеюсь вы не запутаетесь а в будущем в дальнейшем в своем изделии вы можете естественно делать меньше рядов здесь можете делать больше видов то есть как захотите и так повторюсь раз два три четыре мы с вами провязали принцип что мы будем провязывать первую очередь рогатку либо веерочек вы поняли да то есть получается 5 6 7 ряд провязываем самостоятельно то есть я вас встречаю как только провяжем 7 рядов договорились давайте у вас получится так смотрите провязали 7 рядочков раз два три 4 5 6 7 все шахматный порядок соблюден там где веерочки да там где рога тачки красота и надеюсь у вас все получилось схемка перед вами если что видео перематывали повторюсь еще раз то эту часть узорчика вы можете делать уже вы можете делать шире на ваше усмотрение то есть принцип узорчик этого поняли дальше мы переключаемся вот на это на плотную часть узорчика и так смотрите сейчас мы будем делать с вами опять при бабочку так то есть провязываем 4 петельки подъема раз два три четыре поворот и сюда же опять откуда вышли 4 петельки провязываем 2 столбика с накидом то есть это понятно 1 и сюда же 2 вот а дальше смотрите внимательно то есть у нас будут веерочки и рога тачки да вот там где будут веерочки мы столбики 1 столбик 2 столбик до провязываем как столбик с накидом давайте по порядочку сразу же 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом провязываем именно двумя столбиками с накидом там где арочка вот наша до арочка возна воздушная петелька ныряем арочку и провязываем столбик с накидом далее опять идут столбика с накидом нашего веерочка поняли да именно веерочка мы провязываем опять над столбиками столбики 1 2 то есть получается там где у нас был веерочек вот он веерочек бы мы провязали 5 столбиков понятно да дальше нас идет рогатка вот здесь будьте внимательны то есть получается в рогатку как мы будем провязывать наши столбики ножки мы не трогаем так а непосредственно в арочку ныряем и провязываем 3 столбика с накидом нырнули в арочку провязали 1 столбик с накидом сюда же 2 столбик с накидом и сюда же 3 столбик с накидом понятно то есть получается от веерочка у нас пошли 5 столбиков от рога тачки всего лишь три и далее сразу же переключаемся опять к верочку то есть вот два столбика верочка мы провязываем как два столбика далее идет арка в арочку ныряем провязываем столбик с накидом и опять два столбика провязываем как два столбика с накидом понятно да все и вот так вот мы будем чередовать весь ряд 1 столбик 2 столбик далее мы с вами ныряем в арочку и провязываем еще один столбик с накидом и опять от верочка два столбика оставшиеся провязываем точно так же 1 столбик 2 столбик а дальше смотрите идет опять рога . то есть мы ныряем сразу же в арочку от рогаточки и провязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 все понятно все и вот так вот шагаем и нас получается весь ряд так вот столбиками 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 то есть будет выравниваться все давайте до конца ряда не перепутайте да где как вяжем у вас все получится здесь его встречу так смотрите вот провязали ряд видите как аккуратненько выровняли да то есть нас получается были веерочки вот такие трога тачки мы так вот выровняли и заканчиваем ряд как вот нас была последняя рога . врага . мы делали три столбика с накидом а далее получается в 4 петельки подъема которые были четвертую петельку ныряем аккуратненько и провязываем опять прибавка до 3 столбика с накидом 1 сюда же 2 и сюда же 3 все ряд наш закончился далее 3 петельки 4 петельки подъема 1 2 2 3 4 поворот и сюда же опять же провязываем 2 столбика с накидом 1 и 2 все а теперь наша с вами задача все столбики которые есть в ряду провязать столбиками с накидом понятно то есть как вот самом начале помните нас был один столбик 2 1 ряд вернее второй ряд тоже также мы провязали один ряд теперь второй ряд то есть идем аккуратненько шагаем монотонно каждую верхушечку каждого столбика провязываем столбиком с накидом не торопясь и будет нас красиво да и так давайте вот так вот каждый столбик провязывайте полностью весь ряд а в конце ряда его встречу давайте у вас получится итак смотрите вот мы провязали полностью также второй ряд вот я уже здесь видите сделала за последние получается петельки подъема я уже сделала три столбик то есть опять при бабочка а далее смотрите вот мы с вами провязали первый второй ряд вот первый и второй ряд плотненький а дальше идет ряд с окошечками помните давайте повторим это опять делаем 4 петельки подъема раз два три четыре поворот и смотрите мы в этот же столбик провязываем не два столбика сейчас с накидом да а всего лишь только один то есть по факту здесь получается два столбика 1 2 далее делаем воздушную петельку и сразу же в следующий столбик провязываем столбик с накидом так только это только в начале дальше 1 воздушная петелька и далее мы пропускаем столбик следующий провязываем столбик с накидом воздушная петелька пропускаем столбик следующий провязываем столбик с накидом воздушная петелька столбик пропускаем следующий провязываем столбик с накидом понятно вспомнили все давайте вот такие вот окошечки до конца ряда аккуратненько не перескакиваете до дополнительно не провязывайте давайте до конца ряда окошечки здесь его встречаю несложно у вас получится итак смотрите весь ряд получается нашими квадратиками провязали закончили ряд точно так же как и начали да то есть смотрите вот наш последний столбик да вот сделали воздушную петельку и в самый последний столбик провязали 2 столбика то есть точно так же как мы с вами провязывали окошечки самом начале далее провязываем 4 петельки подъема 1 2 3 4 поворот и опять сюда же провязываем еще два столбика сумма здесь получилось по итогу с краешку 3 столбика с накидом а теперь вспоминайте как мы провязывали вот да наш ряд получается после окошечек то есть мы провязывали в столбик до провязывали столбик с накидом далее окошечко ныряли и провязывали столбик с накидом за верхушку столбика брались и бра праве провязывали столбик с накидом в окошечко столбик с накидом и так далее и так далее до конца ряда и весь ряд у вас будет состоять из столбиков с накидом то есть первый столбик и последний вы провязываете по три столбика понятно все давайте до конца ряда в конце ряда помните да что в последний столбик провязывайте 3 столбика вот видите . вот так вот она вас палантинчик там возможно кофточка маечка да будет вот это уголок так вертикальный горизонтальный вот наш узорчик по диагонали идет давайте до конца ряда в конце ряда я встречаю посмотрим что получается итак смотрите вот мы провязали весь наш рядочек так видите плотный так скажем узорчик и ажурный узорчик плотный узорчик вот мы провязали получается от плотного 1 ряд 2 ряд дальше окошечки 1 ряд до столбиками плотными и будет второй ряд и здесь получается вы можете продолжать дальше также провязывать плотные ажурные плотные ажурные необходимую вам получается ширину вашего изделия а мы давайте начнем с этого ряда следующего до делать у бабочки смотрите по порядку и так с одного ряда мы будем продолжать делать прибавки так а с другого будем делать убавки так раз два три четыре поворот то есть в этом ряду получается вот так вот у нас будет до наше изделие то есть получается здесь мы продолжаем вертикально дальше вязать и поэтому нас этой стороны будут при бабочки а здесь получается все мы закончили это покажем наша ширина изделия и дальше у нас будет убавки то есть вот наши будет изделие то здесь мы будем убавлять 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 но здесь то будем продолжать прибавлять понятно давайте по порядку здесь получается сделали 4 воздушные петельки и в этот же получается столбик сюда же провязываем еще два столбика с накидом то есть по итогу получается три столбика да здесь как 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 мы делали так и продолжаем делать далее в каждый столбик провязываем по одному столбику с накидом 1 столбик с накидом 1 столбик с накидом 1 столбик с накидом и пошли пошли вот так вот до конца ряда давайте провяжем до конца ряда и вот здесь вот непосредственно в конце я покажу вам где мы будем делать и бабочку договорились давайте сейчас вы пока провязывайте все все полностью столбиками с накидом смотрите вот мы провязали полностью весь наш второй ряд до плотники получается столбиками с накидом и когда дошли до конца ряда и у нас с вами осталось 4 столбика 1 2 3 а 4 получается столбик это вот петельки подъема здесь мы начинаем делать убавку так смотрите накид беремся за первый столбик вытягиваем ниточку провязываем 2 петельки стоп накид беремся за второй столбик провязываем вытягиваем ниточку провязываем 2 петельки стоп никогда на крючке 3 петельки провязываем их вместе раз понятно с двумя последними столбиками точно также накид сберемся за первый столбик вытягиваем ниточку провязываем 2 петельки стоп накид беремся за второй столбик вытягиваем ниточку провязываем две петельки стоп когда у нас три петельки на крючке тоже провязываем вместе об понятно то есть получается у нас здесь так мы каждый ряд будет каждый раз каждый ряд будем убавлять вот у нас получается вот такая вот вертикальная стенка понятно и так что мы делаем дальше у нас получается по идее закончился плотный узорчик и дальше начинается начинается ажурный но опять же ажурный должен точно также убавляться то есть те же самые семь рядов но мы получается с этой стороны делали прибавку и с этой стороны прибавку так то есть получается здесь мы будем делать прибавку в ажурном узоре а здесь наоборот будет убавка надеюсь вам понятно объясняю повторяйте пока и так 3 петельки подъема 1 2 3 здесь 3 все время было 4 здесь 3 поворот и смотрите тут же опять должна быть у бабочка получается вот за верхушку следующего видите это мы пропускаем верхушку это как бы у нас считаем что 3 петельки подъема за эту верхушку провязали вот за следующую верхушку получается мы провязываем столбик с накидом есть далее пропускаем с вами два столбика 1 2 и в третьем столбике провязываем веерочек столбик с накидом 1 столбик с накидом 2 1 воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 1 столбик с накидом 2 здесь вы пропускать и два столбика дальше у нас будет все время по три столбика как вот в этом в этой части ажурным до узорчики и так раз два три в четвертый столбик ныряем провязываем рогатку 2 воздушные петельки и сюда же опять ныряем провязываем вторую ножку рогатки дальше раз два три столбика пропустили в 4 провязываем веерочек 1 2 1 воздушная петелька и сюда же еще два столбика раз 2 понятно да вспоминаете ажурный наш узорчик все давайте вот так же до конца ряда а в конце ряда я вас еще раз встречу договорились давайте сейчас вас будет рога . потом пирочек рогатка верующих рогатка верующих давайте вас получится так смотрите вот мы провязали до конца до нас рога . веерочек и заканчивается рога . итак что теперь делом как в предыдущих до вот рядах ажурного нашего узорчика воздушная петелька и там где нас 4 петельки подъема было беремся за четвертую петельку провязываем столбик с накидом все ряд у нас закончен далее смотрите опять же здесь будет нас при бабочка так 4 воздушные петельки подъема раз два три четыре поворот и смотрите вспоминаем у нас получается да здесь был рога . да будет веру чик значит здесь получается мы провязываем что правильно рога . итак 2 воздушные петельки и возвращаемся сюда же да вот в основании то есть верхушку предыдущего столбика и провязываем столбик с накидом все а дальше опять шагаем как мы с вами делали там где рогатка там будет веру чик 1 столбик сюда же в эту арочку 2 столбик воздушная петелька и сюда же опять раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом там где веру чик у нас идет рога . все то есть ажурный наш узорчик 2 воздушные петельки и сюда же опять вторая ножка рогатки ажур у нас уже узор узорчик повторяется вот точно такой же только единственно видите мы здесь сделали получается до стороны прибавку сделали значит с этой стороны будем делать у бабочку поэтому давайте довяжите самостоятельно до конца ряда а здесь непосредственно я вас встречу покажу как будем убавлять договорились давайте итак смотрите вот наше получается изделие растет до образец такой большой нынче смотрите вот мы провязали веерочек последнюю рога . и теперь после рога . смотрите вот наша же получается вертикальная часть до стеночка идет вот мы получается присоединяемся вот к этому столбику у нас получается петельки подъем были здесь три и столбик later как бы вместе провязаны получается вот на присоединяемся вот к этому столбику и провязываем просто сразу же столбик с одним накидом поняли да вот вот наша вертикальная стеночка вот она растет понятно вот видите вот наши стеночки вот дальше точно также будем провязывать ажурный узорчик но опять же здесь мы убавляем здесь мы продолжаем прибавлять итак смотрим делаем здесь получается 4 петельки подъема раз два три 4 поворот и смотрите провязываем столбик с накидом вот прям в арочку вот этой нашей рогатки в арочку ныряем и провязываем столбик с накидом понятно идем дальше здесь у нас был 2 ручек значит здесь нас будет что рога . все перепрыгиваем и провязываем здесь 1 столбик с накидом 2 воздушные петельки и сюда же второй столбик с накидом все здесь у нас рогатка значит здесь у нас феерочек поняли да то есть вот именно как бы здесь нужно просто учесть как вы будете убавлять с одной стороны а так все остальное повторяется воздушная петелька и сюда же опять два столбика вот наш верующих понятно вот если мы перевернем вот так вот наши наш образец вот видите наша вертикальная стеночка вот она пока до сюда только выросла а дальше опять диагональ пошла здесь будем прибавлять давайте вяжем до конца ряда здесь сделаем при бабочку и дальше покажу что будем делать вязать дальше провязали до конца ряда вот наш последний веерочек и мы должны завершить ряд помните да то есть после веерочка вот этого мы делаем воздушную петельку и там где 4 петельки подъема четвертую петельку ныряем и провязываем просто один столбик с накидом все ряд закончен здесь у нас при бабочка следующий ряд опять будет при бабочка то есть 4 воздушные петельки 1 2 3 4 поворот вспоминаем да то есть получается если у нас здесь был веру чик начнет ним будет рога . так значит здесь мы должны с вами провязать веерочек и так накид ныряем сюда же в этот же столбик и провязываем столбик с накидом 1 на путь это раз-два далее воздушная петелька и сюда же еще таких же два столбика с накидом вот наш веерочек при бабочка веерочек все как положено дальше там где веерочек мы провязываем рогатку 1 столбик с накидом 2 воздушные петельки и опять столбик с накидом и вот так вот опять возвращаетесь возвращаетесь шахматном порядке и вот непосредственно доходите до нашей стеночки и здесь его встречаю то есть мы здесь с вами провяжем вместе над рогаткой веерочек и покажу как пулись будем убавлять так что давайте дорога тачки здесь я вас встречу итак смотрите вот наш образец растет 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 до диагональ к и так вот мы вернулись до провязали ряд опять веручками с рога тачками и я говорила дойдем до этой рога тачки я вас встречаю и так в эту рога тачку мы должны будем провязать веерочек на смотрите как мы провязываем 2 столбика от веерочка воздушную петельку а теперь столбик с накидом и провязываем не веерочек так смотрите помните мы сделали петельки подъема да и сразу же столбик так вот к петелькам подъема присоединяемся и провязываем столбик с накидом вот понятно то есть этот ряд у нас будет заканчиваться как бы половинкой веерочка и сразу же столбик с накидом к раннему столбику вот наша стеночка вертикально опять здесь убавляем так вяжем 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 и здесь будем прибавлять и так как убавляем здесь смотрите опять делаем 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 4 поворот а теперь ныряем вот эту арочку которую мы провязали да вот наш был полу веерочек да вот наша воздушная петелька арочка в арочку провязываем обычный столбик с накидом есть а далее получается ну как будто мы сами веерочек провязали до дальше идет рога . да получается мы в рога . провязываем веерочек все и дальше пошли опять по нашей схеме здесь у нас будет веерочек даже нас будет рога . и так далее поняли да все самое главное вот именно как мы здесь ряд укорачиваем все вот наш веро чик дальше на 2 ручкам будет рога . на друга . веерочек и так далее провязываем до конца ряда здесь будем делать при бабочку давайте до конца ряда самостоятельно вот мы опять провязали до конца ряда 1 2 3 4 5 рядочков да еще осталось 6 7 но по крайней мере по схемке вы можете делать сколько хотите и так вот у нас получается последняя рога . да вот наш веерочек а здесь значит рога . и завершаем непосредственно ряд воздушная петелька и вот наши петельки подъема ныряем самую верхнюю петельку и провязываем столбик с накидом все вот так вот ряд считается завершенным опять 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 4 поворот и смотрим опять да наши ориентиры здесь получается у нас рогатка над ней будет веерочек правильно значит здесь провязываем рогатку помните да то есть две воздушные петельки дополнительно к тем четырем петелькам и возвращаемся сюда же провязываем 1 столбик с накидом все получилось рога . а дальше над веру над рога . веерочек 1 2 воздушная петелька и сюда же опять 1 2 и продолжаем точно так же над веерочкам рогатка над рогаткой веерочек идем-идем-идем-идем-идем-идем да вот непосредственно до нашего вид этого веерочка на веерочке я вас встречаю ведь вот наша опять стеночка вот вот наша такая вот вертикальная диагональное вязание доходим до веерочка на веерочке здесь я вас встречу покажу как мы и будем 5 убавлять ряд договорились давайте у вас получится красота так смотрите вот наш образец растет вот мы с вами договорились что мы дойдем до веерочка и здесь я вас встречаю да вот смотрите вот наш веерочек мы над ним провязываем рога . то есть все как всегда и сразу же сразу же после рога . делаем накид и вот нас получается здесь были два столбика 1 и 2 до петельки подъема в последнюю петельку подъема ныряем и провязываем наш обычный столбик с накидом все вот наша вертикальная как бы стеночка да есть эти вот и получается раз два три четыре пять шесть провязываем 7 ряд тоже здесь убавляем здесь пока что еще прибавляем договорились итак давайте провязываем получается опять 4 воздушные петельки раз два три четыре поворот вот наша получается рога . да вот это вот арочка вот в эту арочку ныряем и провязываем столбик с так нырнули накид нырнули и сделали столбик с накидом есть все а дальше смотрите у нас идет веерочек значит мы над ним делаем рога . все здесь как бы очень просто все убавляется две воздушные петельки и опять ножка рога . там где у нас получается рога . там наш веерочек понятно да все опять все то же самое здесь мы получается с вами уменьшили провязываем вот до конца ряда и здесь будем опять увеличивать договорились давайте самостоятельно до конца ряда здесь его встречаем так вот наш диагональный рисуночек растет 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 так и смотрите как мы здесь заканчиваем ряд 1 2 3 4 5 6 7 это последний ряд из ажур чека на согласно съемки то есть вы можете делать больше меньше и так вот получается врага точку сделали веерочек и заканчиваем воздушная петелька и в четвертую петельку подъема провязываем столбик с накидом все есть и дальше смотрите делаем опять 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 4 поворот и теперь мы с вами получается переключаемся вот на наш простой так вот узорчик плотненький да то есть столбики с накидом столбики с накидом 2 ряда да потом у нас будут окошечки потом опять два ряда столбиков с накидом то есть не сложно понятно но здесь я хочу вам еще показать как можно наш образец получается мы понимаем дальше есть будем каждый ряд делать по три столбика с накидом увеличивая а давайте мы закончим наш получается вязание то есть мы будем вот так вот наш вязание продолжать вязать то есть наоборот сейчас будем уменьшать все уголочку так и чтобы у нас получился уже цельный прямоугольник то есть будем здесь укорачивать и получается про вяжем один ряд здесь полноценно до увеличим его а потом начнем опять укорачивать так чтобы вас не запутать давайте здесь мы еще пока что лишь увеличиваем то есть провязываем еще сюда в этот же столбик 2 столбика с накидом 1 2 так потом вспоминайте как мы провязывали вот наш веерочек мы провязываем полностью столбиками с накидом то есть первый столбик второй столбик мы провязываем столбиками с накидом 1 и 2 далее получается арочка из одной воздушной петельки провязываем 1 столбик с накидом вот вторая половинка веерочка еще два столбика с накидом их тоже провязываем столбиками с накидом 1 и 2 а вот рога . помню да как мы провязываем то есть мы ныряем сразу же в арочку и в арочку провязываем 3 столбика 1 2 3 все и так далее опять раз два три 4 5 столбиков от веерочка раз два три три столбика в рога . и провязываем 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 вот идем да получается наши вот этой рога . а здесь я вас встречаю потому что мы здесь будем опять убавлять договорились все будет красота давайте у вас получится так смотрите вот наша диагональ к диагональ к так вот мы с вами провязали получается первый ряд вот с нашего плотненького до узорчика первый ряд и договорились что мы доходим до рога . итак смотрите как мы провязываем рогатку нам здесь необходимо убавлять смотрите накид ныряем врага . раз нырнули вытянули ниточку провязали 2 петельки стоп накид опять в рога . нырнули второй раз провязали 2 петельки стоп и когда 3 петельки на крючке провязали их вместе а теперь смотрите опять сюда же ныряем раз провязываем 2 петельки стоп а теперь ныряем вот там где нас 4 петельки подъема была в четвертую петельку нырнули вытянули ниточку провязали 2 петельки стоп и теперь их 3 петельки вот эти до провязываем месте все вот так вот мы здесь убавляем не сложно понятно да все теперь смотрите что мы делаем дальше то есть опять же необходимо бабочку делать и продолжаем ряд весь будет столбиками с накидом и так у бабочка 3 петельки подъема 1 2 3 то есть не 4 а 3 до поворот смотрите вот получается мы провязали с вами вот верхушка ведь вот это да это получается вот три петельки подъема мы делали значит мы беремся вот за следующую верхушку и также провязываем 2 петельки и потом все вместе как будто мы здесь провязали вот именно два столбика с одной верхушкой понятно да дальше смотрите накид берем следующий столбик провязываем точно также 2 петельки стоп накид следующий столбик опять 2 петельки провязали стоп и когда 3 петельки на крючке провязали все вместе все а дальше получается все столбики провязываем до конца ряда столбиками с накидом и вот так вот вы провязываете до конца ряда а здесь я вас встречу потому что мы здесь будем убавлять как я и говорила договорились и так до конца ряда здесь его встречаю смотрите вот мы провязали получается второй ряд наш да как вот здесь вот перед окошечками столбиками с накидом но провязываем не до конца потому что мы здесь будем укорачивать наш ряд то есть мы будем как бы заканчивать и так вот наше вязание это и так последние четыре столбика оставляем 1 2 3 4 4 4 столбик это петельки подъема смотрите как провязываем столбики 1 столбик провязали 2 петельки стоп накид 2 столбик провязали 2 петельки стоп и когда 3 петельки на крючке провязали их вместе то есть два столбика провязали вместе с одной верхушкой да то же самое с остальными столбиками с двумя делаем столбик нырнули вытяну ниточку провязали 2 петельки стоп и получается за последнюю петельку подъема точно так же сделали провязали две петельки стоп и теперь все три петельки вместе есть далее у нас до после двух рядов вот таких вот столбиков с накидом должен быть ряд с окошечками смотрите делаем 3 петельки подъема раз два три поворот вот и получается 3 петельки подъема да мы сделали вот от верхушки вот этих вот два столбика провязаны с одной верхушкой теперь вот два столбика провязаны с одной верхушкой следующие мы в них ныряем получается в эту верхушку провязываем столбик с накидом есть а далее смотрите накид пропускаем 1 столбик а в следующий столбик провязываем столбик с накидом то есть никакой воздушные петельки не делаем понятно вот а дальше уже приступаем как нашим окошечком воздушная петелька столбик пропустили в следующий столбик провязали воздушная петелька пропустили столбик следующий столбик провязали столбик с накидом то есть дальше делаем до конца ряда наши окошечки все то есть повторяем вот такой же ряд повторяем вот только здесь мы укоротили с вами и получается когда дойдем вот здесь вот да до последних столбиков я вас здесь встречу тоже будем укорачивать ряд понятно красота растет красота все давайте до конца ряда здесь его встречу смотрите вот мы возвращаемся нашу диагональ куда и здесь мы должны получается точно также укоротить наш ряд какие ориентиры вот мы шли 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 нашими окошечками вот помните мы здесь провязывали два столбика вместе и вот эти вот получается два столбика вместе вот нас получается 2 верхушечки есть раз верхушечка едва верхушечка вот получается как ориентир да смотрите вот мы сделали последнее окошко а теперь мы не делаем воздушную петельку не делаем воздушная петельку а сразу же перебираемся вот к верхушке вот этой там в 2 столбика провязаны вот они первые два столбика берем сюда верхушку вытягиваем ниточку провязываем две петельки стоп накид вот получается как бы наши вот эти два еще столбика до провязанных вместе вот беремся за одну общую верхушку и точно также вытягиваем ниточку провязываем две петельки стоп и теперь когда на крючке 3 петлики провязываем их вместе все видите вот так вот наш ряд с окошечками вот здесь вот так заканчивается все а дальше получается да вот видите после окошечек у нас опять начинаются обычные столбики то есть мы будем провязывать все в столбик столбик и в окошко столбик помните да и так то есть мы также укорачиваем ряд смотрите делаем вначале 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 до чтобы укоротить получается на верхушкам от будет 1 общая у двух столбиков 3 воздушные петельки вот это получается от этой верхушки идут наши петельки вот мы в следующую получается следующий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом вот нас как получилось как два столбика с одной верхушкой есть и получается смотрите тут у нас будет получается окошечко и столбик да то есть мы получается один столбик в окошечко делаем провязываем две петельки стоп накид и следующий столбик провязываем столбик 2 петельки стоп поняли да что мы каждый ряд получается по 4 столбика задействуем и опять провязали вместе так а теперь по порядку дальше на что идет окошечко значит ныряем в окошечко провязываем столбик с накидом далее мы идем обычным узорчиком столбик столбик окошечко столбик провязываем с накидом есть далее столбик столбик и так далее и до конца ряда понятно да а в конце ряда я вас встречу потому что мы там будем опять что делать правильно убавлять вот доходим до конца ряда а здесь я вам покажу как убавляем все чтобы у нас получил сами уже вот так вот сходился наш прямоугольничек давайте до конца ряда здесь его встречу и так смотрите вот мы провязали получается практически до конца ряда и как ориентир да мы получается должны закрыть 4 столбика то есть по два столбика провязать вместе вот смотрите мы здесь провязывали да то есть нас верхушечка это столбик вот второй столбик окошечко это третий столбик и столбика до 4 понятно ориентиры вот верхушка вот этих двух столбиков раз-два этапе два столбика будут вместе провязывать а здесь получается в окошечке будет столбик и вот здесь в столбике столбик мы тоже будем вместе провязывать и так накид нырнули в столбик провязали 2 петельки стоп накид нырнули в окошко провязали 2 петельки стоп теперь 3 петельки провязали вместе дальше нырнули в столбик провязали 2 петельки стоп а здесь помните два столбика провязали вместе вот их общая верхушка нырнули провязали 2 петельки стоп и провязали все вместе все вот видите как заворачивается на что краешек поворачивается и так далее что мы делаем по узорчику да у нас здесь получается два столбика плотными да скажем плотные два рядочка и дальше нас видочек с окошками рядочек опять плотненький и 2 должен быть точно такой же плотненький то есть задних столбиков и так что мы делаем смотрите 3 воздушные петельки 1 2 3 поворот и точно так же как вот в этом ряду доделали смотрите получается вот наш первый столбик вот мы беремся за верхушку второго столбика там где два столбика вместе провязали и провязываем столбик с накидом это считается как мы провязали два столбика с общей верхушкой следующие два столбика с общей верхушкой 1 столбик 2 столбик и провязали 3 петельки вместе понятно все дальше до конца ряда опять провязываем обычными столбиками с накидом каждый столбик то есть не сложно а в конце ряда я вас встречаем опять там будем делать убавку все давайте то конца ряда столбиками вот а здесь его встречаю будем делать у бабочку так смотрите вот мы провязали практически до конца до до конца ряда и теперь смотрите как ориентир опять мы берем во внимание 4 столбика то есть вот мы два столбика провязали вместе у них одна верхушка вот повезла провязали два столбика вместе 2 верхушка это хочет 1 2 в нашем случае и здесь 34 так то есть вот провязываем 1 столбик не полностью второй столбик провязали не полностью и все три петельки вместе раз дальше следующая верхушка двух столбиков 1 верхушка двух столбиков 2 и провязали 3 петельки вместе все вот так вот мы закончили ряд а далее смотрите понимаете да что начинается опять ажурный ряд и опять он получает с этой стороны нас уменьшается так и теперь мы и с этой стороны будем его тоже уменьшать и так вспоминаем как мы увязали 3 петельки подъема мы здесь делаем 1 2 3 поворот повернули наше вязание и смотрите беремся получается вот эта верхушка да вот с этой верхушки мы начали 3 воздушные петельки значит беремся вот за следующую верхушку и провязываем столбик с накидом и будьте внимательны здесь мы пропускаем 2 столбика 1 2 из 3 столбика начинаем вязать веерочек 1 столбик с накидом сюда же 2 столбик с накидом воздушная петелька и опять же 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбик с накидом теперь пропускаем по три столбика всегда 1 2 3 пропустили в провязываем рога тачку 2 воздушные петельки и опять сюда же столбик с накидом но помните да все давайте вот так вот до конца ряд провязывайте веерочки рога тачки веерочки рога тачки а здесь его встречу покажу как будем здесь убавлять давайте итак смотрите дождалась перехода цвета гляньте да вот темный 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 посветлее посветлее вот он беленький пошел и так смотрите вот мы получается провязываем до конца веерочки наши рога тачки веерочки рога тачки веерочки и у нас остается последняя рога тачка но здесь у нас будет особенность то есть мы будем здесь делать после первой ножки не 2 воздушные петельки всего лишь одну воздушную петельку накид и обратно возвращаемся сюда же провязываем вот такой вот маленькую рога тачку дата здесь у нас было две воздушные петельки здесь всего лишь одна воздушная петелька и смотрите вот у нас здесь были два столбика до с одной верхушкой пропускаем эту верхушку и в следующие два столбика с одной верхушкой вот эту верхушку ныряем и провязываем 1 столбик с накидом все ряд закончен нет на эти как он укорачивается далее смотрите делаем 4 воздушные петельки 1 2 3 4 поворот и провязываем столбик с накидом сразу же вот сюда же нашу вот эту вот рога . столбик с накидом все а дальше продолжаем вязать как мы вяжем наш этот узорчик то есть здесь у нас будет рога . да помним на 2 ручкам рога . 2 воздушные петельки и опять сюда же ножка 2 рога . а там где рога . там веру чик понятно да все давайте вот так вот опять про вяжем до конца ряда и здесь я вас встречу вот на этом и ручки договорились все давайте вас получится смотрите вот провязали практически до конца да вот наш веерочек мы заканчиваем получать на 2 ручкам провязываем рога . так и смотрите вот получается у нас здесь был 4 петельки подъема да и столбик так вот мы получается присоединяемся в 4 петельки подъема к столбику как бы одна общая верхушечка присоединяемся и провязываем столбик с накидом все данный ряд наш закончен опять 4 воздушные петельки подъема 3 4 поворот и опять провязываем в рога . в рога . вот сюда столбик с накидом есть все а дальше продолжаем опять на 2 ручкам рога . над рога . веру чик понятно все давайте опять же до конца ряда в конце ряда мы опять будем сокращать наш ряд да вот здесь вот я вас встречу у рога . договорились все здесь вы знаете как вязать уже смотрите вот мы провязали практически до конца ряда да вот мы сделали последнюю рога . и вот мы здесь должны делать веерочек но мы сделаем своеобразный веру чик смотрите ныряем вот в эту арочку и провязываем всего лишь три столбика подряд 1 столбика с накидом 2 и сюда же 3 а теперь смотрите делаем накид и вот у нас получается помните здесь были петельки подъема ныряем последнюю петельку и провязываем столбик с накидом вот так мы заканчиваем здесь ряд далее делаем опять 4 воздушные петельки 1 2 3 4 поворот и смотрите делаем столбик с накидом вот у нас мы делали три столбика вот этот по второй как бы да ну вот раз два три четыре три столбика вот в этот столбик делаем столбик с накидом и далее смотрите перепрыгиваем сразу же вот в эту рога . и провязываем веерочек 1 2 воздушная петелька и сюда же 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом все а дальше по узорчику там где верующих рога . там где довязываем до конца ряда вот рога . и здесь я вас встречу смотрите как убавляется эти прямоугольничек наш опа вот здесь моего получается убавляем да вот такой большой образец но зато будет вам понятно все давайте дорога . если вас встречаем смотрите вот провязали практически до конца на рога . теперь у нас получается надо этой рога . должен быть веерочек но будет не веерочек а всего лишь только три столбика 1 столбик 2 столбик и 3 столбик и заканчиваем ряд вот нас 4 петельки подъема провязываем здесь столбик с накидом есть далее 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 4 поворот и присоединяемся первому столбику наших трех столбиков и провязываем столбик с накидом есть а далее смотрите сразу же переключаемся на рога . и получается над рога . мы провязываем веерочек все далее идет по узорчику то есть рога . веерочек веерочек рога . понятно воздушная петелька и сюда же провязываем еще два столбика с накидом 1 2 все и вот так же идем опять до конца ряда вы уже знаете тогда будет раз два три четыре пятый ряд вот доходим до нашего веерочка вот этого и здесь я вам покажу как будем здесь убавлять договорились смотрите вот мы осталось чуть-чуть и так вот мы провязали ряд наш последний верующих так а вот тут смотрите получается остается вот этот веерочек и над ним мы должны провязать рога . да но будет опять рога . непростая смотрите столбик с накидом раз далее будет 1 воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2 они лида здесь у нас было два и воздушные петельки здесь будет всего лишь одна воздушная петелька и далее смотрите присоединяемся опять к петелькам подъема и провязываем столбик с накидом то есть вы уже запомнили да идем далее опять 4 воздушные петельки подъема раз два три четыре поворот и опять же ныряем получается вот в нашу маленькую эту рога . и провязываем столбик с накидом все а дальше опять по узорчику на 2 ручкам рога . мы провязываем рога . и воздушные петельки то есть обычная рога . и сюда же вторая ножка все вот так вот провязываем до конца ряда узорчиком который вы уже знаете и здесь где веерочек я вас встречаю смотрите провязали мы наш ряд практически до конца веерочек здесь нас на две ручка нужно быть рога . рога . будет опять уменьшенная то есть вы провязываете столбик с накидом сюда одну воздушную петельку не 2 и сюда же опять вторую ножку рога . вот здесь две воздушные петельки здесь 1 воздушная петелька и все опять присоединяйтесь к петелькам подъема и провязывайте столбик с накидом 1 2 3 4 5 6 провязываем седьмой ряд по узорчик он непосредственно по образцу да по схемке опять же напоминаю вы можете провязывать сколько угодно рядов нет вы можете может быть до конца будете провязывать уменьшать 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 и закончить его свой уголочек такой то есть это на ваше усмотрение и так опять делаем 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 4 поворот и провязываем опять вот эту маленькую рога . столбик с накидом а далее по узорчику если здесь веерочек значит здесь рога . две воздушные петельки уже полноценная рога . и вторая ножка все давайте опять до конца ряда вот до этой рога . и здесь я вас встречаю смотрите вот веерочек рога . да и далее на тоже быть веерочек она опять же веерочек будет необычно здесь будет всего лишь только три столбика раз два три и заканчиваем получается вот в петельки подъема провязываем столбик с накидом какая красота все если вяжем точно так же как по схемке 1 2 3 4 5 6 7 рядочка провязали дальше у нас начинается вот это наш плотненький узор чудо то есть два столбика два ряда столбиками дальше окошечко и 5 2 ряда столбиками и так но опять же не забываем мы здесь тоже будем убавлять и так три петельки подъема 1 2 3 поворот далее вот к среднему столбику присоединяемся и провязываем столбик с накидом есть далее смотрите последний столбик вот этих трех столбиков последний столбик взяли так провязали 2 петельки стоп а далее смотрите на же получается да мы должны были провязывать в непосредственно в рога тачки три столбика до помните веерочек 1 2 столбика 3 в арочку 4 5 по столбикам а врага тачку три столбика поэтому мы провязали первый столбик далее нырнули в рога тачку провязали второй столбик теперь 3 петельки вместе об а далее продолжаем как по узорчику то есть ныряем в арочку провязываем 1 столбик с 2 столбик с накидом все дальше пошли веерочки 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом в арочку 3 столбик с накидом ну помните уже да то есть особенность будет просто начать и закончить ряд далее 4 2 ручка и 5 все давайте до конца ряда так воду дорога тачки здесь я вас встречу и так вот мы получается да провязали наши столбики вот белая на белом да вот провязали наши столбики и у нас дальше идет рога . здесь должно быть три столбика но мы знаем что мы должны уменьшать до укорачивать наш ряд поэтому первые два столбика провязываем вместе раз-два и три петельки вместе провязали остается 3 столбик ныряем в арочку провязываем третий столбик и сразу же переключаемся к петелькам подъема и провязываем две петельки а теперь все три петельки вместе все опять мы укоротили наш ряд далее смотрите делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и присоединяемся получается вот мы сделали верхушку вот этого двух таких вот столбиков да а вот это вот верхушка двух вот этих вот столбиков вот к этой верхушке присоединяемся накид присоединяемся и провязываем столбик с накидом далее следующие два вот этих столбика раз-два мы же договорились за что будем убавлять по четыре столбика вот вот эти два столбика тоже вместе провязываем все убавили теперь до конца ряда проходим столбиками да мы же знаем что мы нас должно быть два ряда столбиками с накидом так пройду вместе с вами потому что есть осталось чуть-чуть так то есть не пропускаем ни одного столбика до конца ряда в конце ряда 5 оставляем последние 4 столбика да и будем провязывать их вместе там получается верхушка вот верхушки наших столбиков раз столбик провязали вместе 2 позже провязали вместе раз этих вместе провяжем вот эти вот тоже вместе провяжем 2 значит этот столбик остался последний вот эти получается 2 провязываем вместе раз-два вместе и следующий раз-два раз-два вместе понятно вот или так вот посмотрите на наш образец вот остался малюсенький такой треугольничек и так опять делаем 3 петельки подъема раз-два-три поворот и смотрите у нас здесь получается видите мы провязали два ряда вот наши вот эти два ряда до столбиками дальше нас будет окошечки поэтому после трех петелек подъема смотрите получается вот это вот верхушка до нашего таких двух столбиков мы получается отсюда провязали 3 петельки подъема а вот верхушка следующих двух столбиков делаем накид ныряем вот в эту верхушку и провязываем столбик с накидом есть а далее воздушную петельку не делаем но столбик один пропускаем и следующий столбик провязываем столбик с накидом а далее пошли окошечки воздушная петелька столбик пропустили в следующий нырнули сделали столбик с накидом воздушная петелька столбик пропустили следующий столбик с накидом и так далее до конца ряда пропустили столбик с накидом воздушная петелька пропустили столбик с накидом так и здесь у нас получается ряд заканчивается смотрите вот у нас два столбика провязывали вот на 1 верхушечка так далее вот два столбика провязывали вот нас вторая верхушечка мы будем провязывать вместе понятно то есть сейчас мы наши с вами задача мы воздушную петельку не делаем но столбик пропускаем и наделаем накид взялись за одну верхушечку провязали две петельки стоп накид делись за вторую верхушечку провязали две петельки стоп и теперь все мы петельки 3 вместе об вот такой у нас получился маленький симпатичный ряд далее переходим опять до после окошечек у нас два ряда обычных столбиков и так делаем опять 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и смотрите получается вот у нас верхушка двух столбиков провязанных вместе как бы мы получать из этой верхушки вышли а дальше вот наш столбик который формировал первое окошечко вот мы ныряем вот в этот столбик и получается провязываем столбик с накидом есть далее следующие два столбика должны провязать вместе до 1 по 4 столбика мы уменьшаем то есть мы ныряем в окошечко 2 петельки провязали стоп накид и ныряем столбик провязали 2 петельки стоп и теперь все вместе раз провязали и дальше получается до конца ряда мы провязываем с вами столбики с накидом в окошечко нырнули столбик с накидом далее столбик сам с накидом столбик с накидом опять в кошечка нырнули столбик с накидом за верхушку столбика тоже столбик с накидом смотрим внимательно где мы уменьшаем где мы должны сейчас тоже уменьшить и так получается вот в верхушечка столбиков тут у нас было получается 3 петельки подъема и столбик вот их общая верхушка раз получается следующий столбик верхушка 2 и получается раз мы по 4 получается столбика должны уменьшать то вот путь третий столбик и вот сейчас я провязала это получается уже четвертый возвращаюсь немножко назад и в окошечко нырнула провязала 2 петельки стоп 3 петельки вместе об дальше смотрите в столбик ныряю так а затем в общий столбик 2 вот этих вот столбиков вверх общую верхушку провязала и опять три вместе надеюсь не путано если что смотрите схемку так далее нас получается делаем 3 петельки подъема 1 2 3 опять делаем поворот так и вот нас верхушка получается дамы за до верхушки сделали 3 петельки вот следующая верхушка двух столбиков ныряем вот в эту верхушку и провязываем столбик с накидом есть далее смотрите 1 2 3 3 столбика будем про мясу провязывать вместе смотрите нырнули в первый столбик 2 петельки стоп накид нырнули во второй столбик 2 петельки стоп накид в 3 нырнули 2 петельки стоп и когда у нас 4 здесь петельки на крючке мы провязываем вместе понятно а теперь у нас остается вот 1 верхушка и 2 верхушка мы их провязываем тоже вместе 1 далее 2 и теперь все вместе провязали об понятно и у нас с вами получается остается вот совсем маленький такой уголочек нам с вами необходимо сделать воздушную петельку далее поворот и соединим непосредственно получается их столбиками без накида нырнули сюда же вытянули ниточку так нырнули в следующий путь а там и три столбика мы провязали вытянули ниточку и нырнули в последнюю верхушку двух столбиков вытянули ниточку провязали все вместе и вот такой воздушную петельку все вот гляньте какая получается красота ну длинно да ну как бы долго но зато очень очень даже красиво по итогу да получается узорчик у нас двусторонний то есть вы можете использовать и одну сторону и другую сторону я очень ходила долго около того узорчика как бы примерялась да как его связать смотрите очень шикарно будет смотреться где в палантине согласитесь то опять же если возьмете летние ниточки то будет летняя маечка топичек то есть вы можете ширину конечно увеличить на тот уровень который вам необходимо и то же самое делать с длиной на тот уровень который вам необходимо видите двусторонние ниточки можно брать как секционные ждала ждала я ждала ждала и получается видите дождалась светлого светлых ниточек светлого перехода то есть видите да вот мой моточек вот мои светлые ниточки сейчас идут потом они будут темнеть темнете опять переходить в темный класс но там еще светленько видите есть то есть если это будет палантинчик до кардиганчик кофточка естественно будет шире естественно нитки будут меняться цвет как скажем более быстрее нежели у меня сейчас да у меня же видите как долго долго менялся а когда изделие будет пошире то естественно ниточки будут меняться почаще но в принципе я считаю что неплохо принципе я думаю что все понятно все разжевана схем к приложена если что пишите комментарии до задавать вопросы но лучше конечно в инстаграме получится будет быстрее нам с вами ответить как вам и ажурчик видно и плотные видно до плотные рядочки с окошечками и опять ажурчик необычно и так я жду ваши комментарии так вот хочу показать повыше красоту да вот не забывайте ставить лайки так и подписывайтесь на канал кто еще этого не сделал потому что впереди будет много нового интересного нажимайте на колокольчик чтобы узнать когда будут новинки на канале и под видео находится стрелочка внизу справа здесь поделиться делитесь друзьями с подружками соц сетях заранее спасибо вам большое но и спасибо что вы смотрели видео до конца 7 ровных петелек до новых видео пока пока